11.05. Доброе утро, друзья! 30 июля 2012 года мы говорим о главных событиях всего того, что... Главных событиях в глобальной сети, главных событиях в сорвом пространстве в целом, в Рунете в частности. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на finam.fm. Также напомню о том, что в подкасте программа появляется практически сразу после того, как она выходит в прямой эфир. Вы сможете скачать ее с сайта finam.fm, либо отыскать в iTunes по ключевому слову «Рунет сегодня». Сюрприз! Ну и также из формальных вещей я должен сказать о том, что в Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере, во время программы мы задаем вопросы, касающиеся тем обсуждения, ну и ждем от вас какие-то реакции и ответы. Также, в общем, и комментарии по ходу программы. Гости этой передачи. Как обычно, мы пригласили в эту студию экспертов, которые будут комментировать новости ушедшей недели. Так вот, гости сегодня это Галина Тимченко, главный редактор интернет-оздания lenta.ru. Галина, здравствуйте! И Михаил Салантай, управляющий партнер фонда «Буран Венчурные инвестиции». Михаил, приветствую! Похоже, что у нас не работают микрофоны ни у одного из гостей. Галин, слышите меня, да? Я вас слышу. Михаил, еще раз проверка. Так, Михаила, мы опять не слышим. Так. Раз-раз. Замечательно. Спасибо звукорегистеру за то, что мы вовремя включили микрофоны. Значит, коллеги, напомню о том, что обсуждение мы начнем в следующем формате. В этой передаче у нас небольшой эксперимент. Мы в первом, в начале мы поговорим о тех событиях, которые мы не вынесли под грифом «главное» в режиме экспресс-обсуждения. То есть буквально по паре фраз. Для того, чтобы показать нашим слушателям некую общую картинку недели. А вот дальше начнем обсуждать те новости, которые показались нам наиболее значимыми, чуть более подробно. Значит, собственно, начнем говорить о тех новостях, что вошли в экспресс-обсуждения. Первый из них — это то, что на прошлой неделе стало известно о возможном появлении смартфона от Facebook. Об этом сообщили Bloomberg, это информационное агентство. И они заявили о том, что этот смартфон будет делаться очевидно с компанией HTC в сотрудничестве. И очевидно появится в середине 2013 года. Марк Цукерберг, кстати, это уже успел опровергнуть. Хотя и то, и другое на уровне слухов, домыслов. И мне кажется, что смартфон Facebook все-таки нужен. Как думаете? Галина. Вы знаете, я, честно говоря, вы, может быть, не того человека позвали. Но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем смартфон Facebook отдельный. Мне бы хотелось, например, чтобы Facebook улучшил свое приложение, например. Будет он делаться, насколько я понимаю, на Android, да? Ну, наверное. Мне бы хотелось, чтобы он просто улучшил свое приложение пока что. А уж делать смартфон или нет, видимо, Цукербергу виднее. Я пока считаю, что их приложения далеки от идеала. Это правда. Хорошо было бы вложиться в это. Михаил, что скажете? Я считаю, что это тревожный звонок для акционеров Facebook, то, что они собираются делать телефон. Точнее, если они собираются делать телефон. Почему? Все-таки Facebook – это компания, суть которой – социальный интернет, общение в интернете. Зачем Apple и Google делают телефон, всем хорошо понятно. Это компании, которые, ну, софтверные компании, хардверные компании, которые разбираются в этом. Это их, собственно, основной бизнес. Зачем это нужно Facebook, мне вот мало понятно. Для того, чтобы зацепить пользователя? Ну, вы знаете, мне кажется, им нужно еще много работать над своим основным бизнесом для того, чтобы, как правильно сказала Галина, улучшать свои приложения, придумывать какие-то новые сервисы для пользователей. Ну, хорошо. Я предлагаю тебе дальше, поскольку у нас это экспресс-обсуждение. Сейчас не будем сдаваться глубоко. Скайп заподозрили в прослушке пользователей, говорят. То есть, всплыли те данные, которые, в общем, и раньше ходили, что якобы они дают слушать протокол спецслужбам кому угодно. Что думаете, Галина? Вы знаете, мне кажется, что, может быть, у меня не точная информация, мне кажется, что речь не идет о том, что они уже по факту дают, а речь идет о том, что Скайп выразил свою позицию, что в случае запроса от компетентных органов они могут это сделать. Ну, это в любом случае пользователей Скайп, я думаю, это не отвратит от сервиса. Это да. Просто это включит Скайп, если уже не включил, уже в Сорм, то есть систему прослушки в Ронате. Да? Ну, окей, значит, будем идти дальше. Образовательные учреждения будут создавать собственный официальный сайт. Наверное, слышали об этом, об этом сообщил господин Медведев. Да, вы знаете, для меня это, как бы сказать, такая новость из разряда «да ну». Ну, как бы мне казалось, что вообще уважающее себя образовательное учреждение уже давным-давно должно было иметь свой сайт, и, в общем, многие имеют. Например, там сайты факультетов МГУ, в общем, вполне себе живые, естественные, там, ну, с форумами, с обсуждениями, там, не знаю, со всем необходимой историей. Там есть сайты кафедр даже, например. Вот, а то, что у кого-то еще нет, так это, в общем, позор, фейс-палм, как говорится. То есть лучше развивать инициативы, связанные с образованием онлайн, мне кажется. Не просто сайты они должны делать, они должны придумывать способы, каким образом использовать эти сайты для образования населения и тех людей, которые учатся в этих школах, институтах и так далее. А до этого нам еще очень далеко, как мне кажется. Одним словом, от этого образования лучше особо не станет. У правительства РФ появится новый твиттер, слышали? Ну, как появится свой твиттер, так скажем, свой новый твиттер. Да, свой новый твиттер. Вопрос, зачем? Ну, чтобы информировать население об инициативах и достижениях правительства. Ну, видимо, ну, посмотрим, сколько у него будет подписчиков, по-моему, как бы, фолловеров у него будет мало, потому что я не верю в такие инициативы твиттера. Это живая вещь, это короткая, живая. А люди, в общем, на зарплате ведущие твиттер, мне это не очень понятно. Слушайте, а представьте себе твиттер правительства РФ в режиме твиттера лента-офишал. Лента-офишал? Это было бы что-то. Я думаю, что такого быть не может, но на самом деле, на самом деле, ну, чиновников уже обязывали ввести там какие-то аккаунты в социальных сетях себе завести, пользоваться живым журналом, еще что-то. В общем, это адский был позор. Твиттер хорош только там, где, собственно, его ведут сами люди, да. Но мы же не верим. Это будет сидеть пресс-служба, которая будет унылыми словами в что-то там. Одним словом, пятничных котиков ждать от твиттера правительства РФ не придется. Котух там точно не будет. Ну, подождите, почему? Ну, Дмитрий Анатольевич же сделал свой твиттер, он безумно популярен. И вы правда верите, что его ведет Дмитрий Анатольевич? Ну, вы знаете, там есть какое-то количество постов, которые, во всяком случае, напоминают Дмитрий Анатольевич. Это не напоминает гомеопатию. Там какая-то молекула вещества исходного все-таки сохранилась, говорят. Говорят. Едем дальше. Значит, в июне 2017 года, по данным ТНС, Яндекс вернул себе лидерство по размеру ежемесячно аудитории в Рунете. То есть он немножко обогнал снова Mail.ru. Его цифра 31,91 миллиона человек, а Mail.ru, по данным ТНС, посетила 31,79 миллиона человек. Понимается только Яндекс как вот Яндекс, то есть www.yandex.ru. Я думаю, что Яндекс как совокупность проектов, так же как и Mail как совокупность проектов. А Mail гораздо там больше это дерево и разнообразнее. Ну вот это странно. Если то, что вы говорите, это действительно включает все проекты, то это, конечно, странно, потому что, как мне кажется, в Mail существенно больше проектов, которые именно направлены на аудиторию, на то, чтобы люди там сидели и проводили много времени. Здесь не считаются одноклассники, которые являются частью Mail.ru стопроцентной, но не считаются в данном случае. Иначе бы, конечно, это сразу бы разнесло к чертой матери весь рейтинг. Он бы в два раза был больше, чем Яндекс по объему аудитории совокупной. Не считаются одноклассники. По-моему, считается мой мир. Это вот странная фантомная социальная сеть. Не считается ВКонтакте, естественным образом, потому что это отдельная история. И там у Mail только 30%. Знаете, мне кажется, это в лишний раз подтверждает, что Яндекс молодцы. Потому что Россия вообще одна из немногих стран, где, несмотря на существование Гугла, тем не менее, у нас есть собственная поисковая система. Кроме России, наверное, только Китай можно провести, как такой пример, где прямо есть сильная поисковая система. Еще Южная Корея. И отчасти Чехия. Сезнам, правда, он сейчас сдает под Гуглом. Ну, понимаете, если в Китае и даже в той же Южной Корее все-таки, как бы, есть какое-то противодействие Гуглу с точки зрения государственных регулирующих органов, а в Южной Корее Гугл просто опоздал, то в России, как бы, тоже получается, что Гугл опоздал. И на самом деле, то, что ребята в Яндексе так долго держатся и, более того, продолжают увеличивать свою аудиторию, мне кажется, это потрясающий результат. Они большие молодцы. Согласен. Значит, Яндекс.Наше.Все. Доверие россиян к телевидению упало до исторического минимума, а к интернету выросло. По данным Cinevate.ConCon, на сегодня 35% считают телевидение объективным, а вот интернет считают объективным 40% опрошенных. Для вас-то что говорит? Ну, это только подтверждает мой тезис примерно годовой давности о том, что если раньше в России была партия интернета и партия телевидения, то вот в интернет уже все, кто мог, пришел. Теперь интернет пополняется теми людьми, которые раньше предпочитали телевизор. Ну и слава богу. И слава богу. Пойдем дальше. Значит, на сайте Facebook в разделе «Карьерс» появилась вакансия «Гросс Менеджер Россия», менеджер по развитию России. Означает ли это, что Екатеринского богатого, сегодняшний менеджер по России, единственный сотрудник Facebook в России, по сути дела, покинет свое место? И вообще, означает ли это, что Facebook как-то стал активнее смотреть в сторону нашей страны? Вы знаете, я не знаю, что это означает. Другое дело, что вот по нашему опыту, мне кажется, что все-таки Facebook в России, ну то есть не по нашему опыту, а Facebook в России, в общем, очевидно, не догоняет ВКонтакте. Вот, ВКонтакте абсолютно очевидный лидер в России. И я думаю, что, в общем, в какой-то момент они задали себе вопрос, а почему. То, что они приняли кадровое решение, ну, не знаю, верно ли это. И дальше пошел русский вопрос традиционный уже, а кто виноват? Ну, может быть, а... И что делать? Может быть. Окей. Ну, Facebook точно нужно продолжать инвестировать в Россию. Вообще, мне кажется, с точки зрения роста, а у этой компании на сегодняшний момент есть проблемы с ростом, как выручки, так и дальнейшего роста аудитории, да. Россия для них до сих пор является необъятым рынком, где они заняли, ну, существенно меньшую долю, чем они могли бы занять в принципе. По идее, должно быть обидно, то, что твой клон тебя же и, извините, нагибает на территории, самой большой территории по интернет-пользователям в Европе. Да, совершенно верно, а у них один сотрудник, то есть это уже странно, само по себе. Ну, в какой-то, в какой-то степени Facebook повторяет все ошибки Google, и это очень смешно, потому что, в общем, они наступают ровно на те же грабли, на которые там пять лет назад наступал Google. Им нужно было взять Владимира Долгова, в чем дело, забирая его из Google Russia. Мы продолжим обсуждение через минуту для того, чтобы дать время для выпуска новостей. А мы продолжаем, друзья. Значит, 30 июля 2011 года. Напомню, что обсуждаем главные события ушедшей недели в виртуальной плоскости, в том, что касается глобальной сети, мобильного веба, цифрового пространства, новых технологий, позволение сказать. Также напомню о том, что звучим мы на 99.6 в FM, либо онлайн на финанс.фм. И гости нашей студии Михаил Салантай, управляющий партнер фонда «Буран. Венчурные инвестиции». И Галина Тимченко, главный редактор интернет-издания «Лента.ру». Значит, коллеги, мы остановились на обсуждении новостей в экспресс-режиме, тех новостей, что не вошли в подробные обсуждения. У нас осталось еще парочка, я сейчас их оглашу и прошу ваше мнение на этот счет. Значит, любопытная информация прошла о том, что компания BitTorrent собирается легализовывать отчет рекламы. Слышали об этом? Знаете, нет, честно говоря, нет. Нет? Вот такая вот история. Вообще, торренты, они выйдут из черного и серого в белое правовое поле, как вы считаете? Мне кажется, нет. Почему? Мне кажется, что аппетиты правообладателей в данном случае практически не удовлетворимы. То есть, как только они попытаются сделаться абсолютно или не абсолютно белыми, вот, это будет чудовищно невыгодным. Часть денег по информации, которую мы получили, вырученных от продажи рекламы в этой системе, BitTorrent, будет передаваться правообладателям. Вот такая вот история. Я позволю себе, может быть, не согласиться с Галиной. Мне кажется, то, что Apple удалось сделать с музыкальном рынке, ну, понятно, что в Америке, но на самом деле даже в России уже очень многие пользуются iTunes, совершенно спокойно платят там доллар за то, чтобы скачать песню в iTunes. Мне кажется, что придет сюда и видео. Вопрос, сколько мы сюда будем идти и какая бизнес-модель правильная для того, чтобы видеоконтент люди могли потреблять. Но мне кажется, что все-таки в целом, ну, люди не любят воровать. Поэтому, если будет возможность потреблять этот контент не пиратским образом, и это будет удобно, это будет дешево, то это, ну, так скажем, сподвигнет людей к тому, чтобы это делать. Вопрос времени. Кто найдет бизнес-модель правильную? Вот в чем вопрос. Мне кажется, что жить в эту пору прекрасно уже не придет. Не мне, не тебе. Ну, хочется верить, что все-таки придется. Сегодня в российской газете опубликован закон о реестре запрещенных сайтов, подписанный накануне президентом России господином Путиным. Так называемый закон о черных списках. Значит, какие мысли, эмоции вызывают у вас этот закон? Очень много было бури вокруг этого последней недели. Ну, если говорить о моих эмоциях и мыслях, то это, в общем, очередное подтверждение того, что, к сожалению, чиновники до сих пор мало что понимают в сети. И, к сожалению, мне он кажется исключительно, как бы сказать, декоративной историей, но которая может за собой повлечь очень тяжелые последствия для отрасли. Я считаю, что это глупость. И никакого оправдания у меня нет. Потому что, на самом деле, для того, чтобы блокировать противоправный контент в сети, достаточно законов, которые есть сейчас. Уже сейчас за интернетом наблюдают, по-моему, шесть ведомств. Ну, если там будем считать ФСБ, там, может, Следственный комитет, может, Роскомнадзор и так далее. То есть, по-моему, шесть я считала ведомства. Ну, присоединили семь, некий общественный совет. Причем, что самое печальное, что удалять контент сайты должны в досудебном порядке. То есть, у нас есть презумпция виновности. Значит, если ты в интернете, значит, ты заранее виновен. Это похоже вообще на какие-то такие, по какому праву? По праву, там, революции. Вот в таком духе. То есть, какие-то нравственно-псевдо-нравственно-духовные ориентиры ставятся под то, что вот именно поэтому и внесудебно можно делать незаконные вещи. Мне это напоминает одну историю. Вот смотрите, предположим, у нас есть, я понимаю, что сейчас, в общем, может быть, не очень корректное сравнение, но вот у нас есть район, в котором происходит ДТП. И вот глава этого района говорит, значит, так, вот теперь, если у нас на улице поймали пьяного, значит, весь район перестает ездить на машинах. Точка. Это примерно точно так же, потому что, в общем, сеть, если где-то кто-то выложил противоправный контент, то, ну, давайте тогда заблокируем вообще все дороги. Вот, добавляя, может быть, к тому, что вы сказали, мне кажется, что последствия не очень приятны для российского интернета. Во всяком случае, точно вот с позиции инвестора я могу сказать, что это очень сильно добавляет неопределенности. Да, вот я инвестирую в какой-то интернет-бизнес. А что, если завтра он попадет в этот черный список? Особенно инвестора западного, который 20 раз теперь подумает дополнительных 20 раз, он до этого 20 раз думал. Вот еще 20 раз появилось. Что для злоупотребления дает этот закон прекрасный? Ведь если у нас есть люди, которые на зарплате, например, сидят в социальных сетях и постят туда, в общем, заказные вещи, то кто может гарантировать, что не посадят таких жульзей, которые будут писать или туда постить противоправный какой-то контент и на этом основании закрывать сайт? Вот неопределенность для инвестора, она уйдет где-то, я думаю, через год-два, когда мы увидим, как этот закон будут применять. Потому что сегодня проблема в том, что это черный ящик. Никто не понимает, что это значит и как это в реальной жизни будет работать. Вот тут говорят, что 1 ноября появится список. Мы же пока не знаем, что это за список, как он будет расширяться. Вот пока мы ничего не знаем, нам страшно. И инвестировать деньги становится не очень приятно. Знаете что, не было бы страшно, когда узнаете. Вот этого я опасаюсь, если честно. Едем дальше. В ЦИОМ провел с этим законом, до того, как он еще вводился, провел опрос. Вопрос следующим образом в этом опросе звучал. Сегодня в нашей стране обсуждается идея внесения сайтов, снижающих опасный контент. Международный единый черный список сайтов сети интернет. Согласны вы с этим? Не согласны. И 73% поддержали идею. Конечно, они против опасного контента. Конечно, это абсолютно некорректный вопрос. Ну вот как задали. Как задали вопрос, такой результат и получили. А там еще вот такое звучало, смотрю, мне редактор подготовил. Опасный контент, вредоносная информация. Да. Вы против зла мирового? Конечно, против мирового зла. Не вопрос. Хорошо, коллеги. Значит, будем двигаться дальше. Очевидно, у нас есть еще пара новостей, которые мы могли бы обсудить в таком экспрессе. Но также нужно выходить и на основные обсуждения. И начнем мы эти обсуждения с... Хотя нет, перед вами задам вопрос, пожалуй. Вопрос, касающийся того, насколько, с вашей точки зрения, важной рекламной площадкой для алкогольной продукции был, теперь уже был, Рунет. Ну, я, честно сказать, я не возьмусь говорить со стороны алкогольных производителей. Со стороны площадки. Со стороны площадки. Ну, как бы за всю Одессу говорить не могу. Вот, для Ленты это было, в общем, очень небольшой сегмент. Лента Рунет не очень сильно рекламировал алкогольные бренды? Ну, почти нет. Михаил, что думаете? Насколько мне известно, наиболее сильно затронутым данными извинениями, конечно же, станет Mail.ru. У них, ну, был, во всяком случае, измеримый в процентах рекламный доход от алкогольной продукции. Мне кажется, что, ну, в принципе, два наиболее пострадавших должны быть, по идее, Mail.ru и Яндекс, как два главных, все-таки, рекламных ресурса в интернете. Ну, и третий такой корпоративный, коллективный пострадавший, это алкогольные бренды, собственно говоря, которых притесняют со всех сторон. У них же отняли уже, по-моему, телевидение, радио, печатная продукция, не помню, что-то тоже там, по-моему, у них, не слава богу, и вот теперь еще и интернет. Ну, знаете, я вот как раз вчера вечером смотрел на статистику потребления алкоголя в России. И несмотря на все вот эти замечательные изменения в законодательстве в отношении рекламы, мы как потребляли много алкоголя и входим по этому показателю, там, в первую десятку стран на планете Земля, так и продолжаем потреблять много алкоголя. Поэтому я вот не уверен, что люди, которые эти законы принимают, они вдумываются в последствия того, что они делают. То есть единственная, насколько мне известно, эффективная мера, которая была принята, это то, что, ну, вот алкоголь перестали продавать после сначала 10, потом, правда, поменяли срок, до 11 вечера, да, в магазинах разрешили продавать только пиво. И в результате за последние два года в России существенный скачок по потреблению пива по отношению к другой алкогольной продукции. То есть вот эта мера, она была действительно эффективна. А вот что касается рекламы, мне кажется, кто хочет выпить, он и так знает, что он хочет, почему он хочет. И в принципе, с точки зрения в целом, реклама алкоголя в мире, это, ну, там, проценты от общего рекламного пирога, то есть маленькие проценты. Давайте послушаем про запрет, введенный на днях. РУНЕТ СЕГОДНЯ Законопроект, который вносит поправки в закон о рекламе, подписал президент России. Помимо прочего, документ предусматривает введение ограничений на размещение рекламы алкогольной продукции в интернете. Вместе с тем, в законе никак не указывается, следует ли считать рекламой сайты алкогольных брендов, а также их страницы в социальных сетях. По некоторым данным, до 7% рекламы РУНЕТа до последних дней была алкогольная реклама. Итак, какие могут быть последствия? Вы знаете, на самом деле мы в ленте, когда писали об этом статью, мы обзванивали площадки и спрашивали. С нами, в общем, отказались разговаривать все, кроме телеканала «Дождь», который так примерно и оценил долю рекламы алкоголя примерно в 6%. Серьезная потеря? Ну, думаю, в общем, погода, конечно, серьезная. 6% — это хорошая цифра. Ну, знаете, вот важный вопрос из этих 6% — сколько у Mail.ru? В принципе, если сложить... Беспокоит вас Mail.ru. Баннерную рекламу, дисплейную в интернете, да, то у Mail.ru доля, ну, я не знаю, 75%. Ну, то есть существенная доля. Поэтому, насколько мне известно, у Mail.ru доля вот алкогольной продукции где-то равна 10%. Поэтому запросто может оказаться, что вот из этого общего падения там 6-7%, 90% обеспечено, обусловлено падением как бы Mail.ru. Поэтому для них это реальная проблема, а для остальных, мне кажется, мизерная. Какой тип еще сайтов, что меня очень удивило, имел большой процент алкогольной рекламы? Какой? Ну, вот какие версии могут быть? Сайт такого направления, там, не знаю, глобально. Недвижимость, финансы, спорт, страхование. Вы знаете, я так думаю, что спорт. Да. Вот это вот удивительно. Нет, я просто вспомнила, что в телевизоре спортивные трансляции всегда перемежаются с алкогольной рекламой. Что вас удивляет? Демо. Кто у нас смотрит спорт? Те люди, которые больше всего потребляют алкогольной продукции, это же очевидно. Мужики. Ну, конечно. Ну, да, в общем, одним словом, я, кстати, общался коротко с Дмитрием Навоши, это Sports.ru, один из крупнейших порталов Рунета. Он вроде говорил, что не сильно они от этого страдают и переживают, но при этом так ощущалось, что все-таки есть проблемы с тем, что эта часть пирога уходит. Ну, эта часть пирога уходит, но я думаю, что, поскольку действительно непонятно, что такое бренд, то я думаю, что реклама будет за счет брендов, потому что очень смешно, когда депутат Железняк, да, сказал, что мы не знаем, бренд это не реклама. Отличненько. Но при слове альмека, какая мысль у вас возникает? Мысль только про алкогольную продукцию. Я согласен. Мне кажется, ну, все-таки умные предприниматели, они всегда найдут, каким образом обойти любые заслоны. Так что и этот барьер каким-то образом будет наверняка обходиться, и все-таки какая-то часть вот этих 6-7%, о которых мы говорим, она останется в интернете. Там вообще очень все запутано. Например, контролировать выполнение законопроекта должна федеральная антимонопольная служба, которая уже поспешила выступить с заявлением, что не представляет, как ей удастся заниматься мониторингом всего интернет-пространства. Еще забавная была история, связанная тоже с Фейсбуком, отчасти. Представитель Фейсбук в России Екатерина Скоробогатова, как мы будем говорить, все еще представитель Фейсбук в России, комментирует эту новость Роэмрус, заявила, что в Фейсбук запрещена как прямая реклама алкоголя, так и вся реклама, связанная с алкогольными брендами. Реклама страниц, приложения и так далее. На что читатели вывесили в комментариях к соответствующему посту сразу несколько ссылок на скриншоты из Фейсбук, где рекламировался крепкий алкоголь. То есть то, каким образом будет выполняться этот закон, самое что интересно еще, тоже большой вопрос. Ну, как говорится, в России строгость законов искупается необязательностью их исполнения. Нас это, пожалуй, что и спасет. Затронув Фейсбук, мы продолжим говорить о них после новостей, поговорим о финансах Фейсбука и о финансах крупной игровой компании Зинга, связанной с ними. И снова здравствуйте, друзья. 11.32, мы продолжаем ровно сегодня. Главные события ушедшей недели в интернете и окрестностях, с позволения сказать. Значит, звучим мы на 99.6, также на финанс.фм. Там же, кстати, можно видеть видеотрансляцию, где вы, оказавшись на сайте, увидите наших гостей. Это Галина Тимченко, главный редактор интернет-издания Лента.ру и Михаил Салантай, управляющий партнер фонда Буран Венчурные Инвестиции. Значит, коллеги, как известно, IPO Фейсбук, мягко говоря, не было триумфальным, так скажем. Слышны уже голоса, что вот-вот компания лопнет, хотя как это произойдет, я не слышал ни одной версии вот этого. Как случится то, что Фейсбук вдруг перестанет существовать в той или иной степени. А что вы думаете происходящим? Я думаю, что я все-таки попрошу Михаила, как человек из инвестиций. Во-первых, мне кажется, что на самом деле IPO Фейсбука было успешным для создателей Фейсбука, для товарища Цукерберга и всех сотрудников этой компании. Компанию все-таки оценили как-никак в 100 миллиардов долларов. И хотя они не продали свои акции, но тем не менее, по сути, с начала 2000-х годов, это первый случай, когда безумные капиталы в виде миллиардов долларов заработало примерно 20 сотрудников Фейсбука. Так что мне кажется, все-таки неуспешным его назвать неправильно. То, что происходило после IPO, безусловно, Фейсбук переоценили во время IPO. Вообще оценка компаний на бирже, она всегда должна быть основана или всегда основывается на двух вещах. Первое – это чистые прибыли этой компании. Второе – перспектив роста этой чистой прибыли. У Фейсбука очень мало чистой прибыли, а в последнем квартале, в соответствии с опубликованными буквально на прошлой неделе в четверг результатами, у них вообще был убыток во втором квартале 2012 года. Но там убыток такой технический, связанный с выплатой опционов, если не ошибаюсь. Ну, вы знаете, я вот детально посмотрел отчетность Фейсбука. Я, хотя новости в газетах все пестрили тем, что вот это связано с убытками, понесенными в связи как раз с выплатой опционов, точнее с тем, что по американскому законодательству эти опционы нужно учитывать как расходы компаний. Тем не менее, если вот почитать более детально финансовую отчетность, то у меня такое ощущение, что у них убыток был бы в любом случае. И они исключительно пытаются объяснить публике, что происходит. Но на самом деле, даже сегодняшнюю оценку компаний, да, вот они на IPO стоили 38 долларов за акцию, сейчас они стоят 23 доллара за акцию, и это соответствует капитализации в 50 с небольшим миллиардов долларов. Даже ее объяснить сложно. Да, компания должна в этом году заработать там 4 миллиарда долларов выручки, но чистая прибыль будет ноль. Поэтому откуда, почему эта компания стоит 50 миллиардов и какие вообще ее перспективы? Надежды. Вы знаете, мне кажется, вот одна из главных проблем Facebook, что они пока так и не придумали все-таки успешный и удобный работающий механизм монетизации. То есть да, безусловно, у них огромное количество пользователей, да, люди там проводят время, но они пока не научились на этом зарабатывать деньги. И пока они не научатся, почему эта компания должна стоить много, непонятно. Это большой риск. То есть ее люди продолжают оценивать 50 миллиардов, рассчитывая на то, что Цукерберг научится зарабатывать на этом деньги. Но пока он не научился, и научится ли, это большой вопрос. Хорошо, сейчас давайте послушаем про Facebook игровую компанию Zynga, которая сильно зависит от крупнейшей в мире социальной сети. Цена акции компании-разработчиков онлайновых игр Zynga упала почти на 40%. Это связано с негативной отчетностью корпорации за второй квартал этого года, которая была представлена на минувшей неделе. В неутешительных финансовых показателях высокопоставленные представители компании частично обвинили социальную сеть Facebook, которая, по их словам, поменяла дизайн своего сайта, тем самым предоставив некоторое преимущество новым играм конкурентов. Между тем, котировки самой Facebook на прошлой неделе упали до почти 27 долларов за акцию. Надо сказать, что текст новости был записан нами днем пятницы прошлой недели, а уже к вечеру пятницы торги по бумагам Facebook завершились на отметке 23,70 долларов за акцию. Мы не ожидали от Facebook такой прыти. Вот, возвращаясь к теме пузыря. Считаете ли вы, что на рынке есть реальный перегрев? Вы знаете, я честно скажу, я все равно верю в то, что Facebook все-таки в итоге будет опять стоить 100 миллиардов, но мне кажется, что это произойдет через несколько лет, когда они решат свою основную проблему. Несмотря на тот такой прогнатический подход инвестора, который вы сейчас продемонстрировали до того, вы все равно выступаете в ампуае мечтателя одновременно. В некотором смысле да. Я считаю, что будущее и решение их проблемы, оно находится в мобильных телефонах. Но я вот, мы говорили об этом чуть-чуть сегодня, да, мне кажется, вот идея не в том, что они должны начать производить мобильные телефоны, они должны научиться зарабатывать на мобильных телефонах. Вообще сейчас есть существенное движение потребления, в потреблении интернета, из, ну так скажем, потребления интернета через компьютер, через десктоп, да, потреблению интернета на различных устройствах. Я бы сказал, колоссальная волна такой, отлив. Вот, поэтому и на сегодня, если у нас, ну там, Google и другие площадки в России, Яндекс и Мэйл, да, научились зарабатывать на рекламе в основных, ну, через основные каналы потребления, да, через основные платформы, на которых люди потребляют интернет, то в мобильных такой гегемонии нету. Поэтому вот если Facebook сможет придумать, каким образом зарабатывать на рекламе в момент того, как люди через свои мобильные устройства потребляют Facebook, вот тогда они будут стоить много. И мне кажется, в этом их основная, там, стратегическая задача на следующий год-два. И это, кстати, очень коррелирует с новостью про Zingo, да, потому что Zingo, история этой компании заключается в том, что они делают игры для социальных сетей, именно для десктопных версий. Они вообще не занимались никаким образом мобильными играми. И сегодня есть целый ряд компаний, которые, по сути, просто обогнали Zingo, начав заниматься именно играми для мобильных устройств. Они начали уже это делать, но так, это осторожные попытки. Они, конечно, несравнимы по объемам и масштабам оборотов денежных с тем, что Zingo же делает в приложениях для социальных сетей в десктопной версии. Вот в этом и проблема, что рынок как раз игр на социальных сетях, на десктопных версиях, он стал сокращаться, и мы это видим в результатах финансовых Zingo. А рынок на мобильных версиях, он растет просто колоссальными объемами. Поэтому они смогут стать успешными, только если они решат эту проблему и станут успешными паблишерами мобильных игр. Я бы сказал, что, правда, здесь, наверное, в следующем, то, о чем говорят многие игровые компании сейчас, в том, чтобы делать мультиплатформенные игры, чтобы, начиная играть в социальные сети, можно было продолжить на смартфоне, потом продолжить на планшете и снова перейти на компьютер по желанию и произвольному. Возможно, да. Галин, как вам кажется, все ли компании на сегодня, интернет-компании, успешные в десктопном вебе, с позволения сказать так, то есть в том, что мы привыкли видеть на экране компьютера, они пока еще не нашли способ своей эффективной монетизации бизнеса в мобильном интернете? Вы знаете, мне кажется, что это колоссальная проблема, потому что, в общем, на самом деле, если там три года назад мы исчисляли количество наших пользователей на мобильной версии, там, одним процентом, то сейчас, конечно, рост взрывной абсолютно. Вот, и как на этом зарабатывать, по-моему, тоже не придумал пока еще никто из площадок. Можно баннеры показывать? Можно баннеры показывать, да. Самый простой ответ вопрос в том, а смысл? Вот, мне кажется, тут люди должны будут придумать какие-то умные решения, например, связанные с геолокацией, то есть когда ты вот идешь где-то, твое местоположение же известно, также лучше известно твой, так скажем, твое демо, да, то есть твое полувозрастное, полувозрастная принадлежность. Исходя из того места, где ты находишься, наверное, тебе можно показывать какую-то релевантную рекламу, которая не будет раздражать. Но вот решений, они как бы, пока мы их не видели. Но на поверхности, в основном случае, их нет. Идеи, как это должно работать, но вот решения, к сожалению, нет пока. Вообще, если проследить эволюцию, очень быструю, стремительную эволюцию игровых кампаний, связанных с социальными сетями, можно сказать, что сначала, это как вот, прости господи, прямо как в бытие, сначала была тьма и ничего не было, а потом вдруг возникли социальные сети, в них была пустота, и вдруг, как решение для обеих сторон, для социальных сетей и для производителей приложений, возникла идея создавать игры. Они открыли, социальные сети открыли API, возможность создавать игры сторонними разработчиками, и туда хлынули сплошным потоком, там, каждой твари по паре, хочется еще раз прости какую-то аналогию такую. И разработчики стали эффективно зарабатывать на играх в социальных сетях, социальные сети стали зарабатывать на этих самых разработчиках, на этих играх. И вот сейчас мы переживаем вдруг новую волну, когда эти игры становятся, видимо, все менее и менее интересными, а потребление социальных сетей через мобильный веб делает их порой вообще бессмысленными, в том виде, как и не существует. Но, скажем, по цифрам на сегодня, 10% доходов Facebook получила, собственно, от игр, созданных Zingo, своих совокупных доходов, а Zingo получила 92% прибыли как раз за счет соцсети. То есть она практически полностью зависит от Facebook. Убили сейчас Facebook, Zingo умрет окончательно. Вообще, являются эти результаты для Zingo катастрофическими? Есть ли выход из этой ситуации, вот если уже смотреть проломление игровой кампании? Вопрос, Михаил. На мой взгляд, они являются действительно катастрофическими. Это является явным последствием того, что они поздно начали заниматься мобильными играми и мобильными платформами. И, конечно, вообще, в принципе, для любой компании зависимость от одного контрагента, в данном случае для Zingo зависимость от Facebook настолько большая. Это огромный риск. И, ну, мне странно, что, так скажем, менеджмент Zingo не работал более усиленно над тем, чтобы снижать, как бы, свои выручки. Чтобы, грубо говоря, не держать все яйца в одной корзине. Да, это просто странно. Я вот как инвестор совершенно точно не стал бы инвестировать в такую компанию, которая настолько сильно зависит от одного контрагента. Это один из первых вопросов, который, ну, вот любой думающий инвестор задает потенциальному объекту для инвестирования. Интересная штука. Вот есть несколько компаний, которые сейчас наблюдаются на рынке, из заметных, которые, находясь, вроде бы, как раз эти силы, имея большие активы, в том числе денежные запасы порой, они в то же время стоят, казалось бы, на грани пропасти. Ну, там, Yahoo в каком-то смысле, Nokia в каком-то смысле, не знаю тут глубоко ли, но тем не менее. Вроде как все у них, ну, миллиардные корпорации, тем не менее. Они так сильно где-то что-то пропустили, сейчас эти входы в смартфоны, что их будущее под вопросом. И вот, получается, Zingo, да, которая взлетела, как корпорация миллиардная, буквально за 2-3 года, и сегодня оказалась так же стремительная и резкая переситуация, когда их акции стали мусорными. Вот это вот для инвестора понятная штука, когда с 12, кажется, долларов, нет, 10 долларов за акцию, они вдруг упали до 3 долларов, а потом вообще до 2, нет, до 2, нет, вру, значит, до 3 упали, вот по цифрам, которые есть у меня сейчас в декционном материале, стали мусорными акциями так называемыми. Знаете, ну это же хорошо. Это в некотором смысле неизбежно. Если кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Было бы странно, если бы на рынке всегда все проигрывали. Знаете, мне пришло в голову то, что это немножечко перекликается с предыдущими нашими темами, с тем, что нет отдельных интернет-законов или отдельных законов для интернет-компаний. Помните, такая же примерная история была на автомобильном рынке некоторое время назад. Кто не успел, тот опоздал, и, в общем, кто-то кого-то поглотил и так далее. Поэтому автомобильный рынок, в общем, выглядит сейчас так, как выглядит. То же самое происходит сейчас на интернет-рынке, мне кажется. Хорошо, будем продолжать, и мы поговорим о том, что случилось у другой, уже российской социальной сети, через минуту. 11.47.30 июля 2014 года. Это Рунет Сегодня. Мы говорим о главных событиях ушедшей недели в интернете, глобальной сети, Рунете и так далее. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финанс.фм. Также напомню о том, что гость этой студии сегодня Михаил Салантай, управляющий партнер фонда Буран Венчурной Инвестиции, и Галина Тимченко, главный редактор интернет-издания Лента.ру. Меня зовут Максим Спиридонов. Значит, в Твиттере прошлой неделе активно гуляла фраза «В России только две проблемы. Порнография ВКонтакте, и те, кто считает, что порнография ВКонтакте — это проблема. Вас лично какая из проблем больше беспокоит? На самом деле меня беспокоит умственное состояние людей, которые с упорством, достойным лучшего применения. Видимо, им показали, что есть вот такая социальная сеть ВКонтакте. И теперь любая прокуратура, где бы что-нибудь ни случилось, сразу говорит, о, это Дуров. Давайте будем все убивать Дурова. Ну, пока не получается. Вот удивительно, кстати говоря, он прям таким стоит исполином, почти былинным богатырем, несгибаемым. Ну, он, честно сказать, конечно, человек своеобразный, но и, кроме всего прочего, надо сказать, что не лишен какого-то такого, ну, понятно, что он вполне себе харизматичный лидер, очень странный, но с самопиаром у него все хорошо, то есть он молодец, он умеет делать себе ими. А почему вот ему удается, ну, ему, компании в целом ВКонтакте, удается до сих пор выходить сухим из воды? Понимаете, в чем дело, потому что, в общем, по большому счету, в данном конкретном случае, правда, на его стороне. Вот тут вот в чем силы, брат. Потому что, ну, правда, невозможно в социальной сети, в которой такое количество пользователей заниматься премодерацией, да, можно реагировать на жалобы. Так, это общая, общая практика. Так поступают в Abuse Team практически во всей социальной сети. Если ты что-то обнаружил, ты можешь написать жалобу, и мы несколько раз проверяли, ВКонтакте действительно на эти жалобы реагируют. Что еще они должны сделать? Как они должны бежать впереди паровоза для того, чтобы удовлетворить болезненное любопытство работников прокуратуры? Я позволю себе возвратить. Сейчас, Михаил, прячем дать слово вам, что есть технические моменты, которые реализуемы легко достаточно. Скажем, это сообщить о непромерном контенте под роликом каждым. Тогда каждый человек, который ему кажется, что это не то, будет нажать кнопку и просто выстраивать рейтинг роликов. И те, кто получили наибольшее количество таких вот антилайков, будут попадать быстро к модераторам, и их можно будет проверять. Это первое. Можно. Второе, то, что давно разработано и постоянно совершенствуется программное обеспечение, которое отслеживает порно-контент ну просто по количеству голого тела в кадре автоматически. И таким образом сначала заносит его в сомнительный, и дальше можно убирать. Ну и третье. То есть таким образом все пляжные съемки вот вашего дня рождения, например, на пляже, там, не знаю, там, где-нибудь у моря будут расценены как порнография. Будут подать в число сомнительных. То есть пляжная вечеринка будет целиком... Число сомнительных будет подать, и модератор посмотрит, и там нет порнографии у меня. Все в порядке. У меня было на дне рождения на пляжном. Он не трогает это. То есть это не убирается никуда. Просто модератор посмотрит в первую очередь такого рода ролики. Все смотреть невозможно, ясное дело. А вот смотреть те, которые попадают под сомнение, глазом пробежать, это возможно. И по штату технически не так сложно. Насколько я знаю, вот как бы сама я не была в ВКонтакте в Питере, но мои сотрудники были там, и там гигантский штат, который как раз занимается этим. Я не оправдываю, там не пытаюсь выступать защитником Дурова страшного, но я так понимаю, что ВКонтакте работает над этим. Просто ВКонтакте и его руководство ведет себя таким образом, что мы работаем над чем-то, мы согласны работать, но не надо нам диктовать, как это делать. В общем, имеют право. Я мог бы и дальше возражать, потому что там была такая статья год назад Дурова о том, что вообще порнография порнография, и вы детей научите ее не искать. Если помните, год... И в том духе... Вы знаете, а я и в этом случае согласна, потому что правда, я считаю, что очень странная ситуация сложилась. Такое впечатление, что у нас в России только сироты растут. У них нет родителей, которых воспитывают, у них нет... На компьютеры они не могут поставить родительские фильтры. Они не могут сами объяснить детям этого. Почему это как бы перекладывается, вот эта обязанность по нравственному воспитанию детей на посторонних людей? Объясните, пожалуйста. Смотрите, родительский фильтр, скажу как родители, ставится на любые сайты, которые можно блокировать по Урлу, а ВКонтакте по умолчанию безопасное пространство. И его родительским фильтром не блокировать. Там, где нельзя блокировать, объясняйте ребенку. Подождите, я тут не соглашусь. Мне кажется, что, ну вот, если у вас есть ребенок, там, до, наверное, там, я не знаю, 15-16 лет, не нужно ему создавать аккаунт себе во ВКонтакте, не нужно ему создавать себе аккаунт в Фейсбуке, да? У меня, например, есть подруга, у которой 7-летний сын, он себе создал аккаунт на каких-то там смешариках. Ну, прекрасно, отлично он там себя чувствует. Хорошо, давайте, прежде чем говорить дальше, послушаем про иск, который подан в Мурбинской паркатуре к ВКонтакте. Возвращаясь к той шутке из Твиттера, действительно, тема порнографии ВКонтакте набила оскомину, несомненно. Однако от этого проблемой не перестало быть. И вот, как ни странно, почему-то прокуратура Мурманск именно не Москвы, там, не Петербурга, что, казалось бы, более логично, как мне кажется, впервые сформировала наиболее разумные претензии. Она потребовала признать незаконным бездействием администрации сервиса по ограничению распространения в нем порнографии. То есть, я согласен с тем, например, я не знаю, что редко такое бывает, я выражаю свою позицию в программе, но я согласен с тем, что действия сейчас, которые проводятся, они недостаточны. Более того, скорее делается все для того, чтобы порнография стала еще одним драйвером роста. Чтобы люди приходили, ну, и знали, что там есть в том числе и это. Ну, вот, если действительно это так, то это плохо. Я могу согласиться с Максимом в том, что, ну, например, в Ютьюбе порнографию практически невозможно найти. То есть, они настолько эффективно научились это отслеживать, и, в принципе, насколько я понимаю, они это делают в том числе какими-то автоматическими средствами. В фейсбуке даже обнаженную грудь женскую не найти. Поэтому то, что, наверное, ВКонтакте могло бы делать больше для этого, я с этим соглашусь. И вот вопрос действительно в мотивах. Вопрос в том, судебное ли это дело. Вот это следующий важный вопрос. И как раз вот это, мне кажется, очень тревожно. Возвращаясь особенно к нашей сегодняшней новости по поводу списков реестра запрещенных сайтов. То есть, не получится ли так, что вот, ну, окей, ВКонтакте, допустим, не будут закрывать, потому что у Дурова все хорошо с самопиаром и так далее. А что со всеми остальными? У кого не так хорошо с самопиаром? Или у кого просто нет, может быть, таких связей? Образно говоря, закрывать сегодня в России могут у тех, у кого хорошо с самопиаром, как мы знаем по протестному оценку. Ну, на самом деле, вот абсолютно правильно Михаил сказал. Дело в том, что вот это отлично вот как бы показывает, что силовой метод решения у нас или как бы, как мы это называем, там, извините за сленг, наезд, да, по-прежнему остается основным методом решения вопросов. Потому что, в общем, вот по нашему опыту общения, например, там, со ВКонтакте, у нас практически с ними не возникает никаких проблем в смысле, в случае, там, урегулирования каких-то спорных вопросов. Ну, в нашем случае это были, как так называемые, предпросмотры, когда наш контент, да, наш контент показывался без захода на сайт. Но, тем не менее, любые переговоры, как мне кажется, приводят к гораздо большему результату, чем прямое обращение в суд. Тем более, что судебные перспективы этого дела для меня абсолютно не очевидны. Мне бы вот очень хотелось увидеть хоть раз в России на какую-нибудь вот такую тему профессиональный, публичный, хороший судебный процесс. Пусть прокуратура придет и покажет в суде, что вот ребята в Ютьюбе и в Фейсбуке делают это там в пять раз эффективнее, какими-то, это же можно все померить, да, каким-то образом. Пусть тут они покажут, что вот это делается эффективнее. И пусть суд это признает, и пусть действительно после этого ВКонтакте примет какие-то меры для того, чтобы догнать, так скажем, западных конкурентов. Просто определенная лицемерие в позиции ВКонтакте в том, что они-то знают об этом уже сейчас, о том, что это можно фильтровать эффективнее. И при этом говорят, а мы не можем. Ясное дело, что для меня вот руководствуюсь тем, что видеоконтент, не только порный видеоконтент, ну, не лицензионный видеоконтент, а видеоконтент со спорными сценами насилия, убийства и прочего, то, что там национального, националистического характера, то, что там присутствует. Весь этот видеоконтент является тем, в том числе, ради чего приходят ВКонтакте, к сожалению, причем именно молодое поколение. Я с вами соглашусь. Мне кажется, вы правы даже в том, что, ну, так скажем, осуждаете позицию ВКонтакте. Мне кажется, их позицию нужно осуждать. Но тут вот та ситуация, когда неправы обе стороны по большому счету. Да, верно. В чем и сложность. Я даже на тему «Откой секретарь» написал заметку большую и не опубликовал ее. У меня есть колонка Forbes, я хотел ее опубликовать. Но вот пошла эта история с педофилами, которые вот, вернее, как с охотниками за педофилами неделю назад. Вот сейчас вот Муромская прокуратура, я понимаю, что неправильно будет волна, в которую я встроюсь своей статьей насчет моих претензий ВКонтакте. Но от этого претензий никуда не уходит. Я знаю, что, как менеджер веб-проектов, я знаю, что можно фильтровать это. Я знаю, что можно быть гораздо более эффективными. И я понимаю, как маркетолог, который строил сам проекты, что они это используют как драйвер дополнительного роста аудитории сейчас, лицемеря, говоря о том, что мы не можем фильтровать. Вот. Значит, все-таки я прощу внимание на Twitter, который я уже объявлял, но так мы не коснулись этого, просто не было времени. В титре Максима Спиридонов мы задали вопрос следующего характера. Каким образом следует ограничивать доступ детей к нежелательному контенту в сети? Ответы такие. Это абсолютно бесполезно. 100% защита детей от интернета — это его отсутствие, что в данный момент невозможно. Далее. Не пускать их до определенного возраста за компьютер. Чаще общаться с ними самостоятельно, не спихивать все это на школу. Далее ответ. Опции родительских контролей у провайдеров. Но, опять-таки, родительский контроль не будет работать эффективно для ВКонтакте, поскольку там вот безопасный контент, общение с друзьями, а вот уже порно-ролик. Или ролик с избиением каких-то национальных меньшинств, например. То, что там во множестве. Далее. Повышение компьютерной грамотности родителей, чтобы они могли объяснить, что хорошо, что плохо, или закрыть доступ. В масштабах миллионной страны и сегодняшней грамотности мы понимаем, что это вопрос десятилетий. Далее. Контроль страны родителей за создание имиджа, списка запрещенных ресурсов. Опять-таки, туда внести ВКонтакте, получается. В общем, такая вот у нас история. Можно предложить новый метод? Мне кажется, родители должны воспитывать своим примером. Они сами не должны много времени проводить в интернете. Идеалистическая позиция это. И должны развивать своих детей в других направлениях. Ну, конечно, должны. Нету, мне кажется, лучшего совета. Она может идеалистическая, но... Ну, делают ли они это? Ну, вот по правде. Люди ленивые и нелюбопытные. Вот все, в том числе родители. Ну, как бы мы все такие. Каждый должен смотреть в себя и думать про этот вопрос. Господа, есть простая история. Опять говорю про то же самое. Вот когда вы выезжаете на дорогу, да? Вы садитесь за руль автомобиля. Вы же не садитесь за руль автомобиля, потому что вам захотелось этого. Вы закончили курсы, вы сдали экзамены. Ну, плохо, если купили права, хорошо, если сдали экзамены. Вы знаете правила дорожного движения, вы знаете, что вы едете на тонне железа, а против вас, там, не знаю, 70-килограммовый человек, да? Вы себя ведете ответственно. А интернет точно такая же дорожная среда. И, ну, как бы, когда вы учите ребенка переходить через дорогу, ты говоришь, деточка, не ходи, пожалуйста, на красный свет, ходи, пожалуйста, на зеленый. И показываешь, что бывает, когда люди ходят на красный свет. Вот, собственно, и все. По крайней мере, можно начать с простых правил. Ничего сложного в этом нет. То есть, каждому из нас обучать своих детей тому, что... Естественно, на улице тоже встречаются злые дяди, есть люди, которые там воруют из сумок, из карманов и так далее. То есть, все это есть, это среда, в которой мы живем. Интернет ничем от этого не отличается. Прекрасный пример, полностью согласен. Хорошо, коллеги, как раз на этом мы будем заканчивать. Мы ровно уложились в то, чтобы завершиться программой. Мы молодцы. Да, мы молодцы. На этом ставим точку. Это была программа «Ронет сегодня». Сегодня в гостях были Михаил Салантай, управляющий партнер фонда «Буран Венчурные инвестиции» и Галина Тимченко, главный редактор НРТ-издания «Лента.ру». Меня зовут Максим Спридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.